FIFA 16 Ultimate Team, монеты, а также другие игры вы можете приобрести на сайте krabu.ru, ссылка в описании. Примерно вот так вот я вчера реагировал на новости о FIFA 17. Всем привет! Вчера в Кёльне, это Германия, на Gamescom нам рассказали очень много новой крутой инфы о FIFA 17. Итак, нас ждут новые легенды. Марк Овермарс, Пол Скоулс, Джейми Карагер, Алессандро Дель Пьеро, Улегонар Сульшер, Карлес Пуйоль, Хуан Себастьян Верон, Эммануэль Петти, Рио Фердинанд, Луис Эрнандес. Все вроде бы неплохо, 10 новых легенд, хорошо. Я рад любым новым легендам, но Роналдо, тот который Луис Назарио де Лима, а Роналдиньо, а Тири Анри, а Дэвид Бэкхем, а другие. Ну ладно, легенд становится больше и это хорошо. Кстати, вот вам новый дизайн карточек Ultimate Team, вроде бы симпатично. Вы только посмотрите на то, как теперь будут открываться паки у FIFA 17. Новая анимация открывания паков, это просто офигеть. Идем дальше. Squad Building Challenge, или же испытания подбора команды. В этом режиме нас ждут головоломки, испытания, как угодно называйте. Короче говоря, нужно будет выполнять задания по сборке состава. То ли нам нужно будет собрать состав с определенным количеством лиг, то ли с определенным количеством национальностей, то ли с определенной сыгранностью. В общем, нужно будет выполнять задания и это весьма таки прикольно. Очень классный режим для тех, кто не умеет играть в футбол. Ну, по крайней мере, у меня такое первое впечатление сложилось. Но, на самом деле, я также, пожалуй, попробую себе в этом режимчике. Посмотрим, что оно и как. А за выполнение заданий вы будете получать прикольные награды, среди которых, наверное, стоит выделить карточки игроков, которых нигде больше нельзя будет получить. Только в режиме испытания подбора команды. И что реально прикольно, так это то, что собирать состав можно будет на ваших мобильных устройствах. То есть, если вы куда-то ушли по делам, и тут у вас вылетело свободных несколько минут, и вы думаете, блин, что же делать? И тут, опа, ультрасовременный Тетрис от FIFA 17. Собираете состав, получаете карточки. Вот так я, наверное, и буду делать. А вот теперь, друзья, самая офигенная новость, которую я ждал просто много лет. EA наконец-то взялись за развитие FIFA как киберспортивной игры. Во-первых, они создадут крутой внутриигровой режим под названием Food Champions. Во-вторых, они вкладывают 1 миллион 300 тысяч долларов в призовой фонд турниров по FIFA. Но обо всем по порядку. Итак, Food Champions. Для начала вам нужно будет сражаться в ежедневных турнирах на выбывание. И если вы выиграете в одном из них, тогда вы пройдете Weekend League. И вот здесь уже начинается самая настоящая жара. У вас будет возможность сыграть 40 матчей. Чем больше побед, тем круче награды. И это на самом деле офигеть как круто. Если ты классно играешь в FIFA, ты не должен тратить деньги на FIFA Points. Тебе достаточно просто выигрывать Weekend League больше и больше и больше. Получать круче призы, получать дофига монет. И прикольный нюанс. Если я не ошибаюсь, то для участия в Food Champions EA будут давать нам задания, точнее условия по сборке составов. То есть каждый раз у нас будет другой состав, в который мы будем играть в Food Champions. И это не все. Если у вас будет больше, чем 36 побед, вы будете просто круче, чем Элита, вы будете в топ 100 мира, у вас будет шанс попасть в Ultimate Team Championship. FIFA Interactive World Cup. Это просто жесть. Подробности, пожалуй, нам дадут уже где-то так в сентябре вместе с выходом новой FIFA. Подписывайтесь на мой канал и на мои соц. странички, чтобы не пропустить подробную инфу. Food Champions, дорога к первому дивизиону, сюжетный режим с Хантером. Когда все успевать играть, записывать, монтировать, стримить. А еще туториалы вам сделай. Если ты смотришь это видео и не подписался на мой канал, то подписывайся скорее. Сезон по FIFA 17 будет просто офигенным. На сегодня все. С вами был Ёжик. И если видос и эти фантастические новости от EA Sports вам понравились, ставьте лайк. До встречи и всего хорошего. Субтитры подогнал «Симон»!